Этого события с нетерпением ждали и школьники, и студенты, и педагоги Верхней Салды. Теперь у кластера «Перспектива» появилось свое современное пространство. С переездом в новый дом гостей поздравил генеральный директор УСМПО «Ависма» Дмитрий Осипов. Дмитрий Васильевич положительно отозвался об образовательном кластере. Мы очень высоко оцениваем качество, то, что мы сделали в пик развития, в пик «Перспектива». Мы надеемся, что и детям это понравится, и школьникам понравится, и мы, конечно, ждем всех выпускников уже на нашем предприятии. Еще раз я повторюсь, потому что корпорация УСМПО «Ависма» является лидером странной отрасли, и мы обязательно сохраним наши лидерские позиции в будущем. В церемонии открытия участвовали заинтересованные стороны. Экскурсию по образовательному кластеру для гостей провела Ольга Фуртатова, директор по управлению персоналом УСМПО «Ависма», а также сообщила отличную новость. На уровне Урала 5000 HR-специалистов было, и мы получили золотую награду ТОП-50 лучших проектов Урала «Пик Перспектива». Мне кажется, очень важным является то, что дети должны понимать и трогать руками, и ощущать, чем они будут заниматься на производстве, тем самым правильно делать выбор своего будущего направления. Мы находимся в пространстве 1300 квадратных метров. Здесь 5 аудиторий, лекториев, соответственно, большой нетворкинг и 3 крупных, больших профессиональных мастерских, которые востребованы по профессиям в корпорации «Ависма». Совершенно уникальный проект, который дает возможность нашим ребятам, старшеклассникам к самоопределению. То есть дети, пройдя здесь школу какую-то профессиональную, могут сделать выбор в пользу одной из профессий или, наоборот, понять, что, попробовав ту или иную профессию, выбрать что-то для себя другое. Потом, я думаю, что эта возможность и трудоустройство, как мы видим, этим летом ребята уже были трудоустроены на градообразующие предприятия и могли иметь уже определенную практику. Их тоже очень здорово. На базе открывшегося кластера сформировано гибкое пространство для всех школьников, студентов и педагогов города. Они смогут абсолютно бесплатно пользоваться услугами компьютерной и цифровой техники, а также забронировать аудиторию для проведения публичных мероприятий, включая лекции и семинары, научно-технические конференции и олимпиады. А в 2023 году на территории кластера будет открыта VR-академия и школа будущего инженера. В день запуска кластера осмотреться в новом образовательном пространстве могли все желающие. Елена Шашкова и Евгений Марычев. Новости ВСМПО «Висма».